Движение крови по сосудам В начале и в конце большого и малого кругов кровообращения. Рассмотрим движение крови ин виво. Кровь движется по сосудам лапки и лягушки. Медленные движения крови мы видим в капиллярах, в зоне циркуляции. В крупных сосудах кровь движется быстрее. Центральный кровоток быстрее пристеночного. Кровоток во многом зависит от сосудистого тонуса. Сосуды ушей кролика имеют одинаковый тонус. Теперь мы видим справа расширенные сосуды. Это результат для симпатизации уха. Значит, тонус сосудов зависит от симпатических нервов. Кровяное давление важнейшей параметры кровотока. Давление крови у человека измеряют непрямым способом. Как делают эти студенты? У животного можно измерять и регистрировать давление прямым способом. Например, в остром опыте на кролике. Сбоку от трахеи отпрепорована сонная артерия. Выберены и перерезаны блуждающий нерв, его периферический конец. И депрессорный нерв, центральный конец. В сонную артерию вводится конюля, соединенная с регистрирующими приборами. Колебания кровяного давления выводены на экран остелоскопа и на самописец. Регистрируются волны первого и второго порядков. Некоторые опыты доказывают наличие нервных и гуморальных механизмов регуляции. Раздражается периферический конец перерезанного блуждающего нерва. Давление резко падает. При стимуляции вагуса сердце останавливается. Это приводит к падению давления. Падение давления можно вызвать и раздражением центрального конца депрессорного нерва. Реакция развивается постепенно. Она имеет рефлекторный механизм. Раздражение депрессора передается в бульбарный центр. Импульсы идут по вагусу к сердцу. Сокращение его тормозятся. Давление падает. На той же схеме рассмотрим механизмы саморегуляции. Работающее сердце. Афферентные нервы. Бульбарные и спинальные центры. Афферентные нервы. Саморегуляция начинается с бара рецепторов рефлексогенных зон. К центру идут редкие импульсы. На сердце более выражено влияние вагуса. На сосуды симпатических нервов. При понижении давления импульсация к бульбарным центрам снижена. Возбуждается стимулирующий отдел бульбарного центра. Импульсы бегут по симпатическим нервам к сердцу и сосудам. Сосуды суживаются. Работа сердца стимулируется. Это прессорный рефлекс. Так корректируется давление. Если давление повышается, импульсация по афферентным нервам учащается. Вагус тормозит сердце. Сокращается импульсация к сосудам. Они расширяются. Это депрессорный рефлекс. В результате давление нормализуется. Обратимся к гуморальным механизмам. Проследим, как влияет на кровяное давление адреналин. Вот так повышается кровяное давление от введения адреналина в результате его положительного влияния на сокращение сердца, а также на сосуды. Сейчас будет введен ацетилхолин. Так падает давление при введении ацетилхолина. В результате его отрицательного влияния на сокращение сердца. Своевременная регионарная регуляция движения крови по сосудам дает возможность человеку приспосабливаться к выполнению любых физических нагрузок. В этих случаях происходит перераспределение крови. При активной работе конечностей их кровенаполнение возрастает. Происходит перераспределение крови. Их сосуды расширяются. С прекращением кровотока прерывается и сама жизнь. Редактор субтитров А.Семкин